Вспомнить все. Разбираем эпические прогнозы курса биткоина за 2017 и 2018 год. Чуть больше года назад биткоин стоил 19 800 долларов. И это был максимум, которого с тех пор не видел никто. В кураже хайпа криптовалютные практики и теоретики наобещали многого. 50 тысяч, 100 тысяч, миллион долларов. И даже откусывать части своего тела, если так не случится. Обещания выдавались преимущественно на год, то есть примерно на сейчас. Так что пришло время подводить итоги. Посмотрим, какие прогнозы давали звезды криптомира на конец 2018. Вспомним зловещие предостережения ярых криптоненавистников и поймем для себя хоть что-то на 2019 год. Во время подготовки этого материала ни один криптоэксперт не пострадал. И хочется, чтобы никто не пострадал после просмотра. Все использованные имена были и остаются значимыми лидерами мнений. Авторы материала, как всегда, призывают думать своей головой, принимая ответственные финансовые решения. 21 сентября 2017 Одним из первых космический прогноз сделал Тони Вейс. Трейдер и влиятельнейший человек в криптоиндустрии, с помощью технического анализа и основываясь на коррекции цены после запрета криптовалютного обмена в Китае, предрек рост в долгосрочной перспективе. Цена биткоина превысит отметку 100 тысяч долларов в концу 2018 года. Это бы означало капитализацию биткоинов в несколько триллионов. И да, технический анализ в данном случае оказался неправ. 6 ноября 2017 Чарли Ли, основатель Лайткоин, даже в момент фантастического роста цен был осторожен. Я купил свой первый биткоин за 30 долларов и наблюдал, как его цена обвалилась до 2 в течение следующего года. Если вы не в состоянии выдержать падение крипты на 90%, не ввязывайтесь слишком рано. В ноябре, в тот момент, когда биткоин от скромных 5 тысяч залетал к достойным 10 тысячам долларов, он просил всех ранних адептов быть готовыми ко всему. Цитату в рамочку и на рабочий стол. Спасибо, Чарли. 29 ноября 2017 Самый эпический прогноз был от эпатажного Джона Маккафи. Когда я предсказывал биткоин по 500 тысяч долларов к концу 2020 года, я использовал модель, предсказавшую 5 тысяч к концу 2017. Биткоин вырос гораздо быстрее, чем предполагала моя модель. Сейчас я жду 1 миллион долларов за биткоин к концу 2020. И я по-прежнему готов съесть свой член, если я окажусь неправ. Что ж, до 2020-го время еще есть. Смотрим, что будет. Взлет биткоина или кровь Маккафи. 26 декабря 2017. Как и все энтузиасты-крипто-стартаперы, Джулиан Хосп, основатель ТНХ, в конце прошлого года был воодушевлен и заявил. Я думаю, мы увидим биткоин на отметке 60 тысяч долларов. Но я также думаю, что мы увидим его и по 5 тысяч долларов. Оказалось, ни то, ни другое. До декабря 2018-го мы видим только 3 500. 17 января 2018 года. Человек со статусной должностью глобального макро-стратега Саксо Банка, Кайван Петерсон, обещал еще больше. Биткоин вырастет до 100 тысяч долларов в 2018 году. Кайван Петерсон по-прежнему стратег Саксо Банка. Но биткоин совсем не 100 тысяч. 13 апреля 2018 года. Дэн Морхетт, CEO Pantera Capital, инвестиционные компании и хедж-фонды, работающего с блокчейн-проектами, регулярно публикуют свои прогнозы для клиентов. В апреле, когда многие уже начали чувствовать, что предсказания экспертов не сбываются и что-то идет не так, он попытался взбодрить всех. Я писал об этом в Твиттер на минимумах в феврале, добавил это в нашу рассылку клиентам. Ненадолго цена может уйти ниже этой отметки. Но я думаю, что львиную долю из следующих 365 дней цена будет выше этой цифры. Высока вероятность, что цена превысит 20 тысяч долларов в течение года. Эх, жаль, что не получилось. 5 июля 2018. Не сдавался и Том Ли, сооснователь фанстрат. В июле в интервью CNBC он пообещал. Хочу выразиться предельно ясно, биткоин дойдет до 25 тысяч до конца 2018 года. Хотелось бы верить, но нет. 1 июля 2018. Еще одно интервью и еще одна громкая надежда. Артур Хея с SEO биржи BitMEX заявил. Мы наверняка нащупаем дно в диапазоне от 3 тысяч до 5. Но лишь одно решение регулятора, одобрение комиссии по ценным бумагам и биржам любого из ETF, и мы преодолеем 20 тысяч и даже дойдем до 50 тысяч к концу года. Увы, но нет. Правда, Артур был прав насчет эфира. В криптотрейдер дайджест от BitMEX он назвал эфир шиткоином и сказал, что он упадет ниже 100-долларового плинтуса. Собственно, так и получилось. Спасибо, Артур. 21 сентября 2018. Бывший партнер Goldman Sachs Group, Майк Новоградс, даже в сентябре, когда прошлогодние прогнозы все меньше и меньше были похожи на правду, пытался всех успокоить. Биткоин может стоить 40 тысяч долларов в конце 2018 года. Он действительно может и легко. Он даже рассказал об этом CNBC. Но предсказание не сбылось. Декабрь 2018. А вот рождественские предсказания Саксо Банка, ежегодная подборка диких и маловероятных перспектив с шансом 10% сбылась. Среди их предсказаний можно прочесть такие. Компании Fortune 500 завоюют женщин. Tencent сделает Apple. И самое интересное для нас. Инвесторы бегут из биткоина, спасаясь от контрмер правительства. Биткоин будет стоить 1000 долларов. Год назад 1000 долларов казалось невероятной ценой. Сейчас хорошо, что не 1000. 10 января 2018. Оракула Замахи, Уоррен Баффет никогда не верил в криптовалюты. У нас никогда не будет позиций в этих активах. Я могу сказать почти наверняка, что криптовалюты плохо кончат. Кажется, апостол традиционных рынков на 2018 год оказался прав. И продолжает попивать Пока-Колу даже сейчас, когда биткоин стоит 3500. 12 сентября 2017. Джейми Даймон, глава JP Morgan Chase, называл криптовалюты мошенничеством и кочерыжками от тюльпанов. Публично извинялся, но все же не верил. Не просите меня его шортик. Пока это случится, он может дойти до 20 тысяч долларов. На пузырь неминуемо лопнет. И вот, пожалуйста. Не кочерыжка, конечно, но определенно не 20 тысяч. Что ж, криптовалютные прогнозисты преимущественно не угадали. Люди с традиционных финансов были ближе к правде. От себя лично рекомендую вам не предсказывать, а реагировать на изменения цен. Спасибо за внимание. До встречи, друзья. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»